Первым предприятием в ходе визита Ирины Родниной в городской округ стал завод по производству диетического питания. Депутат лично опробовала перекус для настоящих спортсменов. Здесь выпускают батончики, печенье, хлебцы и вафли. Все продукты низкокалорийные. Это финиковая паста, которая представляет основу батончика. Она мягкая, вкусная и с одной стороны она сладкая, но с другой стороны она не содержит добавления сахара, а она сладкая за счет того, что это финик. Гостям предлагают сделать свой собственный рецепт батончика. Бедно миндаль и малина. Отличный выбор. Прежде чем зайти в цех, нужно пройти санитарную обработку. Когда все кольца сняты и сережки спрятаны под шапочку, можно заходить на производство. Здесь работа идет полным ходом. Технологи заполняют экструдер. Он раскатывает тесто, разрезает его на небольшие жгуты. Далее на батончики наносят карамель или шоколад. И в конце пути их охлаждают, нарезают и упаковывают. Ну а тем временем готовят батончики по спецзаказу. В финиковой пасте добавляют миндаль и сублимированную малину. Ну а после смешивания и формования батончики отправляют в сушильный шкаф. Температура сушки у нас здесь 60 градусов. Так что все питательные вещества у нас остаются, с одной стороны. Но с другой стороны, влажность продукта у нас уменьшается. Спустя 20 минут можно дегустировать миндально-малиновый батончик. Здесь вот мы все попробовали. Я должна сказать, что под большим впечатлением, потому что есть продукты, которые изготавливаются для детей. Это особые отношения. Есть хлебцы, печенья, которые иногда нам всем хочется. И мучного, но это такое мучное, которое нас обманывает и не дает нам тех проблем. То же самое и про печенье, можно сказать. Далее Ирина Константиновна отправилась на лекцию в Российскую Международную Академию Туризма. Педагоги и студенты давно хотели пообщаться с Ириной Родниной и провести экскурсию по учебному заведению. Гордость Академии – настоящий зал судебных заседаний. Здесь студенты отрабатывают судебные процессы. И здесь еще студенты организуют ролевые такие игры, кейсы отрабатывают, когда каждый выполняет свою роль. После знакомства все отправились в актовый зал, где Ирина Роднина сказала напутственные слова. Самое главное – это любить то, что ты делаешь. Вот опять возвращаясь к своему тренеру, он мне сказал, когда я увижу, что ты получаешь кайф от тренировки, и тогда я понимаю, что ты готова к соревнованиям. После состоялась встреча с волонтерами Центра «Луч». Ирина Роднина рассказала о юношеских спортивных программах, а ребята спрашивали о жизни в Америке и сложностях работы депутатом. Рассказала нам о своей жизни, как она пришла к тому, что фигурное катание – это стало большой частью ее жизни. Ответила на множество вопросов от наших волонтеров. Было все интересно и нам очень все понравилось. В конце встречи ребята поздравили Ирину Константиновну с прошедшим днем рождения и сделали фотографии на память. Улыбаемся.